Только-только вот я сейчас помыла голову, привела себя в порядок. Сегодня понедельник, доброе утро, мои хорошие. Новостей таких в принципе нет, но... Что хочу сказать. Губы еще не накрасила. В общем, что-то красная помада раздражает. Розовая не нравится. Коричневая тоже не нравится. Я не знаю, какой помадой мне красить губы. Просто вот, знаете, не принимаю, не хочу я красить губы. Вот это вот последняя неделя. Что происходит? На видео крашу красной. Я говорю, так ярко, красиво, хорошо. Но вот это вот ощущение. Друзья, качество хорошее. Раньше красила. Вот сейчас накрашу и посмотрим. И еще. Я вчера так сказала, тут 90, тут 90, тут 100. Я сейчас просто... У меня много вопросов. Я хочу сейчас на камеру померяем. А может не 90, а может уже больше. И может тут больше, и может тут больше. Ну, короче говоря, потому что девочки много. Знаете, когда начинаю раздавать вещи, спрашивают Нателла, ну, примерно, примерно. А я по советским меркам, правда. По советским меркам я говорю размеры, не по-европейски. Но так, мне кажется, так как мы здесь все в основном кругу одногодки, то, наверное, понимаем друг друга. Не понравилась вам моя синяя юбка? Ну, девочки, еще раз говорю, на вкус и цвет товарищей нет. Но мне за руль, под свитерочек, под куртку, под кардиган будет даже очень хорошо, под кроссовочки. Я в восторге. Я люблю голубой цвет. Там одна женщина написала, что смешно, типа смешно. Ну, мимо, мимо, нет. Может быть, некрасиво, но не смешно. Там я не бегемот, я не корова, и она не короткая. Ну, напишите, некрасиво. Ну, а не смешно, это просто... Смешно читать, это да. Так, сейчас, что я хотела? А накрасить хотела губы и кое-что еще рассказать за свою маму. Ой, боже, девочки. Мама сказала, а Нателла, придурок, срубила. Зараз расскажу. Сейчас только накрашу губки и возьму, пойду сантиметр. И продолжим. Ну, мне кажется, ну, не то пальто. Ну-ка, какие-то губы не такие. Ну, короче, в общем, как-то так. Как-то так. Так, пошла за сантиметром. Так, сейчас найдем... Ага, единичка. Сейчас мы померяем грудь. Надо, надо, потому что мне очень часто спрашивают. Я так сказала, ну, может, данные устаревшие. Знаете как? Потому что одной девочке дала я вещи. Она говорит, Нателла, маловатые. Ого. 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 Девяносто семь. Видно? Девяносто семь. Вот я пальчик держу. Подумала, девяносто. Ну, с возрастом растет. Девочки, вы меня понимаете. Так, попа. Попа. Не, ну попу... На один сантиметр ошиблась. Так, вот. Сто один сантиметр. На один сантиметр я ошиблась. Так, я сейчас переверну камеру. Секундочку, чтобы... Так, девочки, сейчас. Чтобы было проще потом, да? Не было никаких... Попу правильно же мерить? Вот так вот мерить попу. Правильно? Ну да, вот. Вот сто один сантиметр. По ягодицам померила. Так, теперь. Талия. Я сказала, что она девяносто. Может, она уже больше. Так, а где же у меня талия? Господи. Где у меня талия? Значит, тут сколько? Девяносто шесть было, да? Для девяносто семь. Тут у меня сто один. Нажала. Нажала. Так, теперь талия. Меряю. Я сказала, что талия у меня девяносто. Так, теперь меряем. Ага. Так, сейчас, смотрите. Вот так вот беру. Но я не ошиблась. Вот. Ну, на три сантиметра я ошиблась. Девяносто... Ой. Восемьдесят семь сантиметров. Вот так. Восемьдесят семь. Сто один. И тут еще раз. Так. Сто один. Восемьдесят семь. Ну, не веду. Господи. Вот сюда три сантиметра. И грудь. Полив. Ну, я бюстгалтер. Правда, бюстгалтер. Тут пушап. Небольшие пушапы. Ну, я с пушапами так. Девяносто. Девяносто восемь. Ну, давайте берем пушапы. Ну, что, восемь сантиметров пушапы. Ну, короче. Девяносто восемь так. Значит, если пушапы снять. Значит, девяностое есть. В общем, девочки, как-то так. Теперь. Сейчас я хочу все-таки... Ну, а что? Ну, давайте вместе померяемся. Потому что общаемся, общаемся. Мне кажется, всем интересно, какая Нателла. Что Нателла. Потому что потом видимся в городе. Нателла, вы совсем не такая, как на экране. Так. Вот так ровно к стеночке. Вот. Вот так, да? Ручку. Вот так ручку. Так. Вот. Сейчас. Царапну. Царапаю. Так. Сколько же Нателла? Вот. Ставлю где-то царапала. Так. Ой, боже мой. Сейчас, ребята. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так. 141 здесь. 141 плюс. Сейчас, сейчас. Ну, я ж приблизительно, правильно? Не, не так, что прямо. 141 плюс. До пола, да? Плюс 25. Ой. 167 сантиметров. 167, да? 141 плюс 25. 140. 166. 166 сантиметров. Метр 66. Короче. Метр 66. Метр... А я сказала, метр 67, да? Ну, усохла. Или неправильно померила. Ну, в общем, не сильно-то я и обманула. Правильно, мои хорошие? Так. Еще вас порадую своим горохом. Не, ну, талия, конечно, да? Это просто какой-то трандец. Это, конечно, ну, трандец трандецов, а? Ну, а если вот так вот... Вот так, вот так, вот так, вот так сильно, вот так. Вот так, как девочки пояски носят. Ну, тогда 80. А если в расслабленном варианте? Если в расслабленном на себя что-то шить, то... Ну, вот, вот. 86-87. Как-то так. Но все равно коровка хорошая. Коровка хорошая. Так, теперь рассказываю за маму. Девочки, я просто... Я вам не могу передать. Сейчас еще камеру переверну, чтобы было видно мой фейс. Фейс. Фейс моего лица. Кстати, девчонки, я что показываю себя и меряю себя. Напишите свои параметры. Вы-то меня знаете. Господи... Вы-то меня знаете. Я-то вас не знаю и не вижу. Напишите свои параметры. Мне просто интересно, какие девочки, какие женщины меня смотрят. Мне очень нравится, когда женщины мне пишут. Нателла, я худовато, худощаве, меньше вас. Или Нателлочка, я толстушечка. Я грешна, покушать там или просто какие-то изменения. В основном мы, женщины, после 50 поправляемся, потому что что? У нас идут гормональные, на гормональный сбой. Мы меняемся. Климакс. Ну, все дела, все вы знаете, да? По каким причинам мы... Также обмен веществ. Кстати, огромное спасибо, что написали даже мужчины, как они питаются. Мужчины вообще молодцы, классные. Овсянка, а потом все по фэншую в обед. Полноценный, ужин полношенный. Ну, это мужчины, мужчины. Вы физически пошите. Все равно, даже сидя в офисе, сидя в офисе, все равно какой-то раз в неделю гвоздь, ну, прибиваете. Прибиваете, прибиваете. И не лукавьте. Вот. Ну, а мы, женщины, как? У нас постирушки, готовка, воспитание детей, воспитание внуков. У нас вот эти вот башки, какие-то изменения. Мы психованные. Потом, если мы нервничаем, мы начинаем заедать наши нервы. Или вообще жрать перестаем. Вот. Я когда нервничаю, вообще не жру ничего. Вообще. Вот нет, нет, мне кусок горла не влезет. Не лезет вообще. Воду пью, воду, воду, воду. Пью воду. Это просто. А когда все хорошо, рот не закрывается. Я бы жрала, жрала и жрала. Понимаете? Так, что я хотела сказать. Девочки, мои красавицы. Напишите. Я знаю, что среди вас есть много водителей. Как вы относитесь к машине? Какие у вас будут отзывы, комментарии? Деоматис. Пожалуйста, напишите. Я буду выбирать машину. Это не секрет. Вот. Я обратила внимание на Деоматис. Хочу ее поехать посмотреть. Я пока покупать не буду. Я не говорю, что я покупаю машину. Я просто хочу. Девочки, и мальчики. А мы специалисты. Деоматис. Маленькая, как по мне, компактная. Женский вариант. Почему нет? Вот. Доступная цена. Или, девочки, смотрите. И мальчики. Или напишите мне, как вы, как вы, какую, может, вы мне посоветуете. Ну, не надо мне предлагать дорогие машины. Там, за шесть, за пять тысяч долларов. Нет, нет. Предел мечтаний три тысячи долларов. Предел мечтаний, да. Бу. Ну, как, как, как живу на такие потребности. Высоками летаю. Может, кто-то продает хорошую машинку. Кидалов, пожалуйста, не беспокоить. Так. За маму хотел рассказать. Приходит мама с работы. Что-то шпыгануло. Что-то шпыгануло. И на работе сказали, закипятить хрен кипятком залить. И положить на позвоночник хрен, лист хрена. Вот. И я полежу. Ну, хорошо, мам, раз на работе сказали. На работе же медики. Все. И вообще, есть же много советов, которые хорошие дают. Да. Вот. В общем, пошла. Обмыла я этот хрен. Залила кипяточком. Положила там, где она мне сказала. Прикрыла такой, знаете, пленка пищевая. Обмотала. Это было на ночь. Я говорю, мама. Ну, это ж насколько. Я не знаю, говорит. Ну, сказали, девочки помогают. Все. В общем, одна дурочка сказала, то есть, моя мама. А я про дурок послушала. Ну, правда. Ну, мама, ну, 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 просит. Я рада стараться маме помочь. Вот. И как-то что-то утром она мне говорит. А, утром она выходит. Ой-ой-ой-ой. Короче, она уснула с этим хреном, хреном, друзья. Я хотела показать на маме. Мама сейчас моя лежит. Но не буду. Это не эстетично. И это не надо. Просто поверьте мне на слово. Три рубца. Три рубца. Один такой, знаете, вот как эта гордина. Один потемнее бордового, как духовка моя бордовая. А третий, друзья, раскрытая рана. Короче, мы, я маме, я, я идиотка, пожгла спину. Ну, есть ум в голове. Я думаю, я, правда, ну, я же не медик. Я не знала, что хрен имеет эффект горчичника. Друзья, даже не эффект горчичника, а эффект распаленного утюга. Вы представляете? Я в шоке. Короче, вот это я своей маме. Ну, понимаете, я понадеялась, честно говоря. Знаешь, она говорит, ой, так, она говорит, так приятно пощипывает, так приятно пощипывает. Ну, думаю, ой, так хорошо по всему телу. А тут у нее еще шишечка, я ее сюда приложила. Ну, тут я ей лечу, у нее тут такой бугорочек. Я ходила с ней узи, ничего страшного. Ну, ребята, гормоны, возрастные изменения. Вот. И вот так вот маме мы, короче, испалили спину. Сейчас она, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Я, конечно, а потом так разозлилась. Я говорю, ну, ты вообще, ну, сколько тебе лет? Ладно, я говорю, идиотка. Ну, я идиотка. Ну, ты среди медиков работаешь. Ты же должна знать. Ты должна знать, что так нельзя. О-о-о-о, да ты при чем? Я сама виновата, я уснула. Так хорошо припекало. Я говорю, так припекало, чегрило. Ну, короче. Ладно, мои хорошие, я жду от вас. Правда, давайте, давайте будем как-то общаться. Я жду от вас. Потому что, когда же я встретиться, никто не написал. Никто не написал. Не знаю, ну, почему вы не хотите никто с Нателлой встретиться. Я лично готова к встречам. Значит, жду от вас, какие у вас размеры. Не стесняйтесь. Ну, не стесняйтесь, ну, девчонки. Ну, это ж, ну, классно, когда мы, ну, я не знаю, ну, это классно, ну. Ну, как, ну, понимаете? Я раньше тоже, я не хотела в возраст на камеру говорить. И то, и сё. Надо любить себя такую, какая ты есть. Со всеми достатками, недостатками. Какой у тебя есть вкус, такой есть. Да, я согласна, вкусы надо развивать. Ну, всё, ну, такая вот есть. Знаете, аппетитная. Если аппетитная, пишите, Нателла, я аппетитная. Если худенькая, я худенькая. Ну, мне же интересно ваши размеры. Мне же интересно ваши размеры. Так, что ещё? И по поводу, пожалуйста, отзывы Део Матис. А может, кто хочет в Нателе продать? Недуроко. Део Матис. Так, я вроде как всё сказала. Всё как сказала, потому что, мои хорошие, вы меня, надеюсь, надеюсь, понимаете. И передаю привет там одной женщине. Мамочка, вон идёт, мамочка. Больше юмора в жизни, больше юмора. Я знаю, что у меня цветок фикус. Я пальма называю. Это шутка. Шутка. Шутка-юмор. Такой шутка-юмор. Да, будем дружить, и будет всё хорошо. Всё равно все хорошие женщины. Потому что мы, мы сильные. Мы сильные. У нас своё видение, своё понятие. В общем, что я тут сильно распыляюсь? Жду от вас комментариев. Всем огромный большой ещё привет. И всем хорошего дня. Део Матис. Део Матис. И размерчики. Размерчики. Умнички и умницы. Пока. А, ну да, мы ещё увидимся обязательно. Продолжение следует...